В Заозерном развернулась целая операция по поиску и спасению 80-летней пенсионерки. Та ушла из дома на прогулку и не вернулась вовремя. Полицейские прочесали окрестности и обнаружили старушку в заброшенном доме. Оказалось, что она заблудилась и зашла в похожий на свой двор. А потом, испугавшись, закрыла ворота на засов и заперлась. Обесчелившую от долгих скитаний женщину полицейским пришлось нести на руках. Сейчас она под присмотром родных. 42 килограмма лососевой икры уничтожили в Красноярске. В ней обнаружили кишечную палочку. Крупную партию задержали на одном из складов в аэропорту. Некачественный товар прилетел из Владивостока без санитарных документов. А на таре отсутствовала маркировка изготовителя. Ремонт проспекта Котельникова вышел на финишную прямую. Завершаются основные дорожные работы. Заканчивается и обустройство подземных переходов. Сейчас на проспекте высаживают ели. На обочинах делают тротуары. В скором времени на Котельниково появятся дорожные знаки. Движение обещают открыть в конце месяца. Жители Солнечного, одного из самых густонаселенных районов Красноярска, жалуются на бесконечные пробки. Из-за ремонта Енисейского тракта въезд в жилой массив буквально заблокирован в часы пик, когда горожане едут на работу и возвращаются домой. Улучшится ситуация не ранее, чем через пару недель. Ремонт магистрали должны завершить только к концу месяца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова